МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Опасности тихой охоты. Что делать, если потерялся в лесу? Саровский монастырь отметил 316 лет со дня основания, с чего начиналась история обители. Космобол на 5 с плюсом. Воспитанники детского сада номер 30 вышли в финал проекта школы Росатома. Далее расскажем по всем подробно. 164 рубля в день. Столько теперь будут платить саровчане, чьи дети посещают детские сады. С 1 июля размер родительской платы увеличили на 70%. Напомним, за счет этих денег финансируется питание детей. В прошлом году вступили в силу новые СанПин, которые увеличили норму питания по отдельным видам продуктов. Кроме того, значительно подорожал продуктовый набор. Сказывается непростая экономическая ситуация в стране и введенные против России санкции. Возрос процент инфляции. Длительное время администрация Сарова не повышала размер родительской платы. В 2020 и 2021 году, в течение первого полугодия этого года, рост стоимости муниципальной услуги, присмотр и уход компенсировался за счет бюджета. Как пояснили в муниципалитете, в приоритете было и остается обеспечение качества продуктов для питания детей, соблюдение объемов и калорийности блюд. Именно поэтому в июне на 70% увеличили объем и бюджетных средств, и размер родительской платы. Ее будут начислять только за фактические дни посещения ребенком детского сада. Этот вопрос депутаты городской думы обсудят на заседании комитета 5 июля. Подробности расскажем в ближайших выпусках новостей. Для тех, кто занимается поисками людей, наступает горячая пора. Летом, как правило, заявок поступает больше. В основном приходится искать грибников. Что необходимо взять с собой в лес и что делать, если ваш родственник, отправившись на тихую охоту, перестал выходить на связь? По данным МВД, ежегодно в России теряется около 180 тысяч человек. Из них находят около 160 тысяч. Как отмечают представители поисково-спасательных групп, если ваш родственник не вернулся домой и не выходит на связь, не нужно ждать несколько суток. Надо сразу бить тревогу. Нужно сразу же обращаться в отделение полиции по горячей линии 112 либо в единую диспетчерскую дежурную службу. Также нужно будет сразу же рассказать, где он пропал, во что был одет, как зовут, есть ли хронические заболевания, что при себе мог иметь. Участники группы «Рысь» занимаются поисками людей не только в нашем городе. Как только поступает заявка, они выезжают на помощь. Алексею приходилось искать и в Иксии, в Мордовии. Чаще всего объектом поиска волонтеров становятся грибники. И те, кто решил прогуляться в знакомом лесу и заблудился. Искать человека проще, если он остается на месте и соблюдает несколько правил. Взять себя в руки, осмотреться, вспомнить, откуда мы приходили, характерные опознавательные знаки, какие-то квартальные столбы, просеки, линии электропередач, отдельно стоящие деревья либо реки. Если у нас есть возможность дозвониться, мы сообщаем, что мы потерялись, где потерялись, и у нас уже, скажем так, начнут локализовать, искать. Если связи нет, постарайтесь развести огонь. Никуда не уходите с места. Перед уходом в лес обязательно предупреждайте, куда вы идете. Берите с собой заряженный мобильный телефон, необходимые лекарства, воду, легкий перекус и фонарик. Также лучше иметь при себе свисток, чтобы подавать сигнал, если вас придется искать. Одежда тоже должна быть соответствующей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В Сарове заработала горячая линия для родителей и школьников. Позвонив по телефону 99-313, можно сообщить о случаях возникновения угрозы для жизни и здоровья детей в период каникул. Обращение принимают с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Единый налоговый счет появится в России со следующего года. Закон приняла Государственную Думу в третьем чтении. На практике это означает, что все налоги можно будет оплатить одним платежом. Появится единый срок уплаты налогов. 28 число каждого месяца будет меньше переплата. Если они не случатся, их можно будет быстрее вернуть. При этом порядок расчета не меняется. Если перечисленные на единый счет средства превысит общую сумму подлежащих уплате налогов, их можно будет либо быстро вернуть, либо направить на счет другого лица по заявлению. Саровчан приглашают на военную службу по контракту в воинских частях Нижегородской области. Срок от трех месяцев. Денежное довольствие от 250 тысяч рублей. Полный соцпакет. Дополнительные страховые выплаты. Получение статуса ветеран боевых действий. Требования. Возраст от 18 до 60 лет. Состояние здоровья годен или годен с незначительными ограничениями. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства. Телефон 8-831-295-02-88. До 8 июля местами по Нижегородской области сохранится чрезвычайная или высокая пожароопасность лесов и торфяников. Из-за этого повышается вероятность возникновения природных пожаров. МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не разводите костры в лесах. Не курите. Не бросайте горящие спички и окурки. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор. При обнаружении природного пожара незамедлительно вызовите пожарных. Вслед за отменой масок 4 июля Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение открыть границы России. Полностью отменяются распоряжения правительства, которые касаются въезда в Россию иностранцев, а также выезда российских граждан через сухопутные границы страны. Кроме того, будут отменены требования о предъявлении результатов ПЦР-тестов для граждан Белоруссии, прибывших авиатранспортом. Для других граждан требования сохраняются, сообщает правительство Российской Федерации. 316 лет назад, в июне 1706 года, осветили первый храм Саровской пустыни «Живоносный источник». Тогда он был деревянным. Эту дату принято считать днем основания обители. Потом на этом месте в 1758 году был построен каменный храм, который впоследствии взорвали. В 2006 году началось возрождение монастыря. История того места, на котором сейчас стоит Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь, уходит вглубь веков. На рубеже первого-второго тысячелетий здесь находилось финно-угорское городище. В начале XIII века это поселение приходит в запустение, а примерно через 300 лет сюда приходят первые монахи-отшельники. Если мы день рождения отмечаем 16 июня 1706 года, начало, так сказать, исторического день рождения Саровского монастыря, то по правде, надо сказать, что монахи пришли значительно раньше, потому что первые писемные источники упоминают этот 1664 год. Монах Феодосий приходит сюда из Пензенского монастыря, хотя где-то в источниках встречается, что он был уроженец села Побра, Нижегородской губернии. Но он был монахом Пензенского монастыря, приходит здесь, строит землянку под горой и принимает обет по служительству. Сюда приходят и краснослободские, и снаоксарские монахи. Рассказ о необыкновенном месте услышал и молодой инок Арзамасского Веденского монастыря Исаакий. Впоследствии в схиме Иоанн, будущий основатель Саровского монастыря. Иоанн приходит на Саровскую гору и ставит крест. С этого времени здесь появляется монашеская община. В начале 1706 года Иоанн получил разрешение на строительство церкви. И 29 июня, или 16 июня по старому стилю, 1706 года осветили первый храм Саровской пустыни в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Эта дата считается днем основания Свято-Успенского мужского монастыря. Монастырь, он относительно молодой других монастырей, но он настолько был таким вот настоящим, таким вот славным, что даже отсюда в другие монастыри потом призывали в настоятеля монахов Саровской пустыни и скажут о Сарове. О Саров, ты колыбели Академию Монашества. Более 40 монахов уходят в другие монастыри России в настоятеля, совершенно в разные места, в разные епархии. Вторым по счету воздвигли пещерный храм. Когда молва Саровской обители распространилась по всей России, появилась и поговорка «Если ты суров, иди в Саров». Из этого монастыря вышли такие прославленные старцы, как Назарий Валаамский, Марк Молчальник, Серафим Саровский. Последней постройкой монастырского комплекса был храм Серафима Саровского. В 1897 году началось строительство храма над кельей, тогда еще не прославленного в лике святых и ромонаха Серафима. В июне 1903 года состоялось освящение храма. На следующий же день, после канонизации Серафима Саровского. В период советской власти в 1953 или 1954 году церковь иконы Божьей Матери Живоносный Источник взорвали. Был уничтожен и Успенский собор. И уже в наше время, в 2006 году, по инициативе патриарха Алексия II, начинается возрождение Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Саровчан не лишился 11 тысяч рублей при покупке в интернет-магазине. Потерпевший заказал станок, ввел реквизиты карты. Деньги списались, но товар так и не приехал. Полиция проводит проверку. Чем еще запомнил с минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Повлиять на шумных ночных мотоциклистов или привлечь их к какой-либо ответственности ЕБДД в рамках Конституции Российской Федерации не может. Вопрос о гонщиках, которые мешают спать горожанам, выносили на Комиссию безопасности дорожного движения. На совещании выдвигали предложение запретить мотоциклистам ездить по ночам. Но, как сказал в Рио начальника ОГИБДД Константин Камынин, такой запрет нарушает конституционные права человека. Это нарушение конституционных прав граждан России на свободное продвижение по территории России. Это один момент. И если пойти от обратного и представить просто себе, что вдруг взяли и приняли такое решение запретить в городе ездить. Просто надо представлять, какой массив дорожных знаков необходимо будет установить в городе. За прошлую неделю на дорогах города сотрудники ГИБДД зарегистрировали три ДТП с материальным ущербом и два ДТП с пострадавшими. На дороге номер 203 от 4-го КПП в сторону улицы Раменской автомашина ВАЗ при перестроении столкнулась с газелью. В результате водитель ВАЗа врезалась в световую опору и получила повреждения в виде ссадин. А пассажир этого же автомобиля госпитализирован со стресением мозга, переломом носа и резанными ранами. Еще одно ДТП произошло на проспекте Ленина 1. Водитель 1973 года рождения, управляя автомашиной Рено Сандера на регулированном перекрестке Ленина-Шверник, при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу автомашине Лада Гранта под управлением водителя 1996 года рождения, которая двигалась с встречного направления прямо. В результате ДТП пострадали водители обеих машин и двое несовершеннолетних пассажиров Лады Гранты. Троим участникам дорожного движения помощь врачей не потребовалась, а девочку 2022 года рождения госпитализировали в травматологическое отделение КБ-50. Уже стабильно высокой остается в Сарове активность мошенников. Неизвестное лицо позвонило заявителю, представившись сотрудникам банка, сообщило, что когда тот оформлял заказ на Озоне, ввел туда реквизиты своей карты, произошла утечка данных. И этой информацией воспользовались злоумышленники, оформили кредит на его имя. И чтобы отменить операцию, ему нужно пройти в приложение своего банка и подтвердить кредит. Пострадавший сделал все так, как ему сказали мошенники. В результате этого у мужчины с картой похитили 165 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В начале июня воспитанники детского сада номер 30 «Гвоздичка» стали победителями муниципального этапа проекта «Школа Росатома Космобол 5+. Затем ребята покорили жюри уже второго дистанционного этапа состязаний. Сейчас они упорно готовятся к финалу, который пройдет в лесном Свердловской области в начале сентября. Подробнее об успехах саровчан расскажем далее. Мы направили всю свою солнечную энергию на создание этого чуда аппарата. А то, что этот транспорт безопасен, экологичен и технически оснащен, подтвердил сам Знайка. Воспитанники 30-го детского сада стали настоящими космическими путешественниками. Свой летательный аппарат ребята построили сами. Им удалось не только привести его в движение, но и при помощи эксклюзивных технических функций вернуть к жизни засыхающее дерево, помочь обесточенному роботу, поделившись с ним солнечной энергией, а также зарядить летающую тарелку. Увлекательное путешествие по созвездию «Л» было вторым этапом состязаний в проекте «Школа Росатома Космобол 5+. И ребята с ним отлично справились. Мы с Незнайкой поехали на космический город, и там было очень круто. Мы ставили из деталей кнопочки там, а потом мы построили ракету. Помимо космических событий, ребята также достойно себя показали в Космоболе. Это необычная спортивная игра, упрощенный аналог гандбола, специально адаптированный для дошкольников. Так бежать с мячом дольше пяти секунд нельзя, запрещена игра ногами. Цель команды в игре – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, а в случае потери мяча – защищать свои. В этой игре важны терпение, выдержка, упорство и характер. А характера нам не занимать. И мне, как нападающим, надо быть ловким, цепким и быстрым, как героя моего любимого мультфильма «Человек-паук». В начале июня ребята состязались с другими командами города в муниципальном этапе Космобола. И несмотря на то, что в проекте они участвуют впервые, спортсменам удалось обойти своих соперников. Сейчас за их плечами уже две победы – в городском и в дистанционном этапах. Космобол – увлекательная спортивная игра, сразу полюбившаяся нашим воспитанникам. На протяжении двух месяцев ребята упорно тренировались в совершенстве навыки командной игры и параллельно познавали знания о космосе. Теперь наши дружные, спортивные, инициативные ребята упорно готовятся к решающей встрече с командами из других городов территории Росатана. Канал «16» желает удачи юным спортсменам на финальном этапе состязаний. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова